Какое впечатление на вас произвел город Побратим? Какие особенности в системе образования Ангарска вы отметили? Сибирь это вообще особая территория, которая дает толчок развитию мыслей. Но самое главное, что я бы хотела сказать, коллеги к нам приезжали в Мытище, год назад они были у нас, мы рассказали им о системе образования нашего городского округа Мытища, показали им все, что мы можем, что мы умеем, показали им школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Конечно, нам было очень интересно посмотреть, чем же живет город Побратим Ангарск. В первую очередь, конечно, хочу сказать о том, что люди, как и в Мытищах, педагоги очень серьезно работают. Так же, как и наши педагоги, городской округ Ангарск, так же, как и мы, являются ведущим в Иркутской области. Это было сразу видно, понятно по тем, именно очень интересным вещам, которые мы там увидели. Детские сады, они работают так же, как наши детские сады, ПОВГОС дошкольного образования, оборудование достаточно серьезное, закуплено, как и у нас. Педагоги прошли все курсы, и я хочу сказать, что им было чем поделиться с нами. Они показали нам свою систему работы, и, конечно же, мы увидели уже даже те вещи, которые они позаимствовали у нас в Мытищах. Нам было очень приятно, что опыт, который у нас в Мытищах достаточно серьезно распространяется по детским садам, взят на вооружение в городском округе Ангарске. Что касается учреждений дополнительного образования, это тоже особый разговор. У них пять учреждений дополнительного образования, и особенно потряс, конечно, музей Победы. Вы знаете, возникла такая мысль, что вообще, что касается нашей работы по нравственному воспитанию, по воспитанию подрастающего поколения, именно по сохранению памяти, вот это очень важно, это очень здорово. Музей Победы является муниципальным учреждением, он занимает очень большие площади, и самое главное, он наполнен тем важным, нужным содержанием. По каждому году войны огромные экспозиции не только с российскими победителями, но и с местными жителями. Это вызывает огромное уважение людей, которые сумели сохранить вот это все, это очень здорово. Конечно, все остальные учреждения дополнительного образования тоже очень хорошие, но результативность мытищинских учреждений дополнительного образования выше, мы тоже этим гордимся. И они тоже у нас очень многие вещи позаимствовали, и это очень здорово. А у нас возникает мысль, я сейчас очень серьезно думаю на эту тему, хочу посоветоваться с нашими руководителями, конечно, в первую очередь с нашим главой округа, с заместителем Еленой Алексеевной, именно по вопросу, может быть, создания вот таких экспозиций, связанных с Великой Отечественной войной. Это очень здорово. Насколько отличается учебный процесс в школах Ангарска и городского округа Мытищи? Что же касается школ, в Ангарске 37 школ, в Мытищах их 41 вместе с негосударственными. Работают они в том же направлении, что и мы. Результативность у них достаточно хорошая. По количеству учащихся мы примерно одинаковые. У нас 32,5 тысячи, но почти 33. У них чуть меньше, у них около 30 тысяч обучающихся. Но результативность по прошлому учебному году, я просто беру несколько цифр в сравнении. Например, стубальников у нас 28 по прошлому году, у них 8. Победители Олимпиад у нас 9 российского уровня, у них 3. Вы знаете, это, наверное, объективно, потому что мы этому уделяем очень серьезное внимание. У нас уже созданы центры по подготовке к Олимпиадам. Они пока только на пути становления к этим вопросам. Конечно же, с точки зрения поддержки нашей администрации, нашей областной, городской, нашей окружной администрации, мы имеем финансовую поддержку достаточно серьезную. И в этом они тоже могут нам, наверное, где-то по-доброму позавидовать. И это тоже очень здорово. С точки зрения содержания и образования, они работают также по ФГОСу, в школах, в начальной школе, внеурочная деятельность. Как у них, так и у нас, в принципе, одинаково организовано. Но опять у нас больше возможностей, так как у нас много школного строя. У нас хорошее спортивное сооружение. Это тоже очень важно. Ну, у них больше возможностей, наверное, здесь, может быть, я не знаю, буду ли я права, но, на мой взгляд, вот родители, которые поддерживают школы, больше расположены к тому, чтобы вносить какие-то свои возможные и финансовые влияния, вложения какие-то. И даже нравственные, моральные, очень много родителей, которые участвуют в учебно-воспитательном процессе. Это очень здорово. И при поддержке родителей, они детей имеют возможность вывозить на занятия в Москву. Это делают за счет родительских средств. Это тоже особая вещь, о которой хотелось бы говорить. Вы знаете, в принципе, нам тоже никто это не запретил, и мы можем это делать вместе со своими родителями. Конечно, в Ангарске нет такого количества новостроек, как у нас. Они за последние 15 лет построили только одну новую школу и один новый детский сад. У нас, конечно, этого больше, и все так более масштабно, глобально. Что еще очень интересно, мы посмотрели не только систему образования, мы общались с педагогами, мы общались с руководителями учреждений, и общались с детьми. Очень серьезное внимание они уделяют нравственному воспитанию. И есть у них одна школа, это школа, которая имеет классы абсолютно всех направлений, вот такой, ну, военно-спортивной направленности. Это класс МЧС, классы ФСБ, классы ОФСИН. И, вы знаете, это тоже очень хорошая вещь. Это кадетские классы, которые тоже растят молодежь именно с точки зрения нравственности. Договорились ли вы о дальнейшем сотрудничестве с педагогами из Ангарска? Нам удалось пообщаться не только с ангарскими коллегами, но и с коллегами из Братска, так как они тоже были, вот, небольшое количество времени провели вместе с нами. Поэтому мы, в принципе, построили планы на будущее, договорились об обмене. Кроме того, самое, наверное, важное, то, что уже сейчас мы имеем возможность такого серьезного обмена. В прошлом году мы уже это начали. Конференция «Шаг в науку» школьников у нас была уже с участием ребят из Ангарска. В этом году мы пошли дальше. Мы 27 октября будем проводить конференцию педагогов, которые также примут участие педагоги из Ангарска. Кроме того, «Шаг в науку». И еще у нас родилась одна очень хорошая идея. У нас уже был телемост между школьниками Ангарской школы и нашей 33-й гимназии. И что нам еще очень понравилось, ребята очень активно занимаются телевидением. Вот это вам, как, я думаю, очень будет интересно. Я думаю, интересно для всех нас. Создание детского телевидения на территории городского округа Матищи – это хорошая идея. И мы, наверное, начнем в школах и детских садах создавать свои телестудии, а потом попросим эфирного времени и будем думать, как нам это телевидение развивать дальше. Это тоже очень хорошая идея. И телемосты между школами и детскими садами – это тоже замечательная идея. Поэтому планов много, возможности у нас есть. Будем продолжать работать с нашим замечательным городом по городимам Ангарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова